следующее правило если говорить о здоровье то следите за собой каждый человек стареет каждую минуту мы постоянно стареем и поэтому аскезы нужны каждый день или хотя бы через день вот смотрите если вы чувствуете вы слабеете и боль в организме возникает какая-то боль значит нужно движение допустим суставы болят позвоночник голова еще где-то что-то печень заболела но все что угодно заболела значит не хватает движения в организме нужен бег или быстрая ходьба причем движение то что 5 секунд побегала а нужно 20 минут вот непрерывно бежать а если ходить то и того дольше лучше бежать потому быстрее получается ворчаются канал и бежать надо медленно спокойно я когда был в израиле там на берегу средиземном море есть такая как бы дорожка длинная и по утрам пол израиля там бегать по этой дорожке все бегут потому что евреи очень разумные люди они чувствуют как надо жизни они чувствуют знаете девушки такие бегут многое грубками такие бегут вот как усынки такие потихонечку так перевалочку знаете наверно ты ходишь быстрее чем они бегают вот и они при этом разговаривают между собой болтают и так они могут по часу бегать вот так вот это супер не надо при этом там держать дыхание молчать можно болтать бежать между собой главное бежать и быть на природе радоваться всем вот это очень важно понимаете но не надо это делать быстро и вас кезу никогда не насилия над телом не совершайте когда вы бежите просто радуйте жизни все делайте это хорошо легко как вот вам комфортно так и бежите и ни на кого не обращайте внимание потому что кажется что всем надо показать что я могу быстрее не надо этого всего покажите всем что вы счастливы следите за собой если чувствуете что тело сковывается суставы становятся менее подвижными вам тяжело нагибаться уже не хочется что-то как бы куда-то нагибаться что-то делать физическое тяжело стало физически работать это значит вам не хватает статических упражнений если вы не можете допустим там сгибаться в три погибели статическим упражнением является просто стоять вот берете и стаете вот так неподвижно на 40 минут все это прочищает все тонкие каналы и оздоравливает ваш организм если у человека возникают психические заболевания сто процентов нужны статические упражнения психика не выдержит эмоций хочется гневаться там ругаться на всех нет сил терпеть людей очень сильная мнительность там и так далее нарушается сон все это означает что нужны статические упражнения сам простой просто стоять неподвижно можно стоять на коленях можно спуститься на ягодицы поза алмазов можно поза бабочки вот так вот как бы ноги вместе сложил стопки и сидишь 40 минут где-то человеку нужно сидеть хотя бы 20 минут в одном положении чтобы пробивать тонкие каналы и в это время не теряйте время молитесь потому что статические упражнения с молитвой хорошо сочетаются это даст вам здоровье вот эти вещи теперь если говорить о посте не надо из себя ничего вымучивать понимаете просто берете допустим просто допустим берете сырые овощи свекла морковь делайте соки и пейте весь день просто сырую пищу идите там или берите шпинат допустим ешьте шпинат весь день соки шпината это тоже пост это омолаживает просто весь день одну сырую пищу ешь этого достаточно чтобы омолаживаться она омолаживает но постоянно есть одну сырую пищу опасно для здоровья большинства людей кто из вас есть только одну сырую пищу поднимите руку не ест вареного вообще есть такие люди здесь иногда человеку подходит я могу определить сразу сколько вам надо есть сырую пищу чтоб не болеть иногда человек начинает сырую пищу есть одну допустим у вас все зашлаковано в организме лишний вес плохо переваривается все тяжело жарко жить постоянно воспаление поднимите у кого такое ситуация такая вот пожалуйста сырая пища на полгода смело обоим просто одну сырую пищу полгода идите и здоровье тоже самое да но не больше за полгода тело омолаживается становится хорошим здоровым сначала непривычно так питаться потом привыкнете и все узнайте как сыроеды питаются полгода тело стало здоровым дальше половина сырой половина вареной пищи это самый лучший рацион для людей примерно пополам но сырой пищи надо есть много все равно одну вареную есть не надо потому что теряет силы организм через пищу тоже прану надо получать сырая пища означает праническая пища чтобы вот это вот было теле можно через пищу получать понятно вареная пища она для чувств хорошо она дает чувством силу ей приятно кушать она наслаждает расслабляет вот и она нужна человеку нужно но половина сырой должно это очень важно для здоровья потому что сырая пища дает силы жить и побеждать болезни с маслом да конечно с маслом со сметаной или с маслом выберите кому-то сметана подходит кому-то растительные масла самые легкие масла это виноградное масло льняное масло которые в салаты можно использовать если у вас слабое пищеварение можно использовать оливковое масло слабое сильное пищеварение оливковое масло тогда или масло допустим амарантовое масло они сильно усилит пищеварение а если пищеварение сильное, тогда виноградное, кунжутное, льняное. Горчичное сильно повышает пищеварение тоже. Можно тоже. И подсолнечное сильно повышает пищеварение. Если вам жарко жить, у вас там изжоги постоянно, лучше не использовать сильные масла, а легкие масла использовать. Для того, чтобы готовить, варить что-то, самое лучшее масло это топленое сливочное. Не морите никогда на растительных маслах. Только на топленом сливочном масле у вас будет идеальное здоровье. Добавляйте его чуть-чуть или побольше. Оно никогда не даст никакого плохого результата.